конечно же просьба поставить отметку нравится не забывайте об этом пожалуйста возьмите это в привычку зашли на канал который вам нравится и поставили отметку нравится это должно происходить на автомате спасибо вам за это в том числе твоему мнению что фактически должна означать окончательно бесповоротная безусловная победа украины на твой взгляд как это должно быть как это должно выглядеть при каких условиях это произойдет я на этот вопрос поздоровайся со зрителями всем мое традиционное приветствие приветствую василий и соответственно приветствую андрея я своему мнению этому вопросу на протяжении девяти лет не изменял и как только пришел обнуленных начал девять лет назад оккупацию города севастополя автономной республики крым я выдвинул формулу завершения этой агрессивной войны москвы против украины равно как и четвертой мировой гибридной войны москвы против коллективного запада которая заключается в следующем война москвы против украины окончится только после вступления в силу обвинительного приговор международного уголовного трибунала в отношении путина представители преступной чекистко-фашистской банды и основных российско-фашистских захватчиков по фактам планирования подготовки развязывания и ведения агрессивной войны против украины и соответственно против коллективного запада и нова не дано точка прошу запомнить записать все это скажем так такая аксиома да такая истина которые не требуют никакого абсолютно доказать я все-таки все-таки где именно должны остановиться вооруженные силы трибунал то это хорошо кстати андрей по этому поводу еще выскажется уверен я ему напомню все-таки где остановиться должно должны воины под руководством заложенного юри это границы девяносто первого года это белгород-кубань это москва это урал или это вообще зеленый клин владивосток где должны остановиться украинца докладываю у нашей великой победы существует инерция равно как и существует инерция поражению агрессор победа и поражения внятра неоднократно говорил это такая вот палка двух концов это очень на бою до острых явлений 1 территории украины в ее международно признаны границы второй этап этой демилитаризация территории находящейся под контролем агрессор глубиной его тыла до 200 километров а сколько освобожденный от российско-фашистских захватчиков керчь донецк луганск они в последующем будут подвергаться огню территории агрессор и вот в после того когда руководство украины примет решение проведения специальной военной операции по демилитаризации глубины тыла противника до 200 километров конечно же в тот момент после проведения данной специальной военной операции встанет вопрос о восстановлении внимание территориальной целостности украины в пределах тысяча девятьсот восемнадцатого года то есть с присоединением больших частей или или основных территорий это соответственно брянской курдской воронежской белгородской и ростовской области в состав украины то есть все это будет при будет проведено в соответствии с международным правом воле изъявлений большинства граждан на территориях данных областей большинство жителей являются этническими украинцами они по александру исаевичу солженицыну вступят в память они очистятся от вековой от векового этноцида которая осуществляла против них российская империя ссср и вот современная путинская россия очиститься от этой гадости признаю что они действительно украинцы вот и следующий этап это конечно же освобождение чеченской республики 4 от кадыровских и делимкановских террористов фашистов и коллаборантов и соответственно российских фашистных захватчиков освобождение республики беларусь от преступного лукашинского режима и российских фашистных захватчиков восстановление над статья еще не забывайте поставить государственности республики беларусь а затем возникнет такая ситуация что когда пришел обнуленных будет ликвидирован сотрудникам федеральной службы охраны в этом я на сто процентов уверен потому что российские силовики они могут простить все кроме военного поражения они поймут что пляшивец обнулили обнулился он не справился он вел блудняк система рассыпается и тогда наверняка как поется в песне можем добавить три слова пляшива обнуленных будет ликвидирован в этот момент наступит борьба за власть веками это будет война не гражданская это будет я называю и правильным термином это внутренняя война потому что в империях не может быть гражданской войны потому что там нет граждан например условно говоря под гражданской войны мы подразумевали это войну жителей татарстана с правительством татарстана да то есть когда граждане внутри своего государства и со своим правительством это империя поэтому скажем так вот из войны империстической внешней как прямо по ленину это война перетечет войну империи во внутреннюю войну этой этой же империи зла и тогда конечно же когда начнется война между силовиками наша задача это еще на антироссийском формуле сформулировал не так как ленин превратил внутри большевики эту войну которая перетекла тогда более 100 лет назад из первой мировой войны в войну внутреннюю в так называемую революцию 17 года они превратили войну классовую а наша задача вот по примеру украины чешской республики ичкерия превратить эту войну в национально освободительную то есть поставить национально освободительные движения внутри рф во главу угла этой войны все у нас нет никаких классов у нас начала война национально освободить на от российскую империализм и фашизма которые как в зонах российской оккупации так и международно признанных границах рф везде наслаждается с ним нужно бороться то есть еще национально освободительная борьба национально освободительная война против московского фашизм империализм и возникнет а это еще это сложные процессы которые нужно уже сейчас обсуждать они многогранные здесь нет такого вот такой предел или такой здесь множество будет скажем так точек буферкации так вот в таком случае конечно же часть тех сил здравых которые находятся в рф они конечно же попросят вооруженные силы украины деоккупировать освободить их от московского фашистского режима и тогда уже вооруженные силы украины вооруженные танками абрамсом как кстати один из наших коллег мечтает и правильно сказал про юрий будем пропускать следующее слово слишком долго да я уже заканчиваю въехать на красную площадь может это сделать и границы западной цивилизации пройдут если мы говорим нам на восток по реке бойня который находится в зубсковском районе тверской области потому что именно на этой реке свое время потерпела поражение ржевское княжества от москвы вот там соответственно после уже поражение москвы 4 мировой гибрид войны и будет граница между западом и московье все я закончил ура